Всем привет! Если кто собрался на майских или летом отдохнуть в Турции, то вот вам три звоночка, почему эти планы, возможно, придется скоро менять. Российский оперштаб как раз решает, стоит ли закрыть Турцию на всякий случай. Первый звоночек. Там большие проблемы с коронавирусом, резкий рост заболевших, практически каждый день новые рекорды, уже больше 55 тысяч случаев за день. В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в 4 за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост. Самое значимое количество завезенных штаммов это из Турции, штаммов мутировавших. Сами турецкие власти гостям никаких препонов не ставить, ведь туристы это просто деньги. Какой там может быть вирус, шмирус? Причем своих граждан они, конечно, загоняют по домам. Но туриндустрия уже, разумеется, напряглась. Никто не хочет повторения провального сезона. Муссируются слухи о закрытии авиасообщения между Россией и Турцией примерно на месяц. С 13 числа апреля в Турции начинается месяц Рамадан. Также ходят слухи, что в течение этого месяца, вплоть до 12 мая, в Турции будет полный локдаун. На данный момент это слухи. В течение ближайшей недели, я думаю, какая-то будет официальная информация от властей по этому поводу. Отели заполнены не полностью, места всегда будут. Туристы в основном в Турции сейчас прибывают из России и из стран СНГ. Ну, кстати, могут и не закрыть, а просто вести дополнительные меры. Например, длительного карантина для приезжающих, возвращающихся из Анталии. Даже если пойдет как бы лучший сценарий, да, и будут введены там меры в виде карантина, то в любом случае этот поток сократится. В общем, далеко не каждый турист может позволить себе после прибытия с отпуска еще две недели быть в карантине. Даже в этом случае поток туристов сократится процентов на 80. Ну, вы поняли, продавцы Чурчхелы и Чебуреков уже наверняка снова считают свои будущие барыши. Второй звоночек. Аэрофлот заявил, что все его свободные борта, которые тучу времени простояли на земле из-за коронавируса, он направит для перевозки россиян на отечественные черноморские курорты. В частности, Анапу, Геленджик, по крымскому направлению. Это значит, что количество рейсов вырастет в разы, ведь речь идет о практически четверти парка аэрофлота. Ну и, наконец, третий звоночек. Главный турок Эрдоган, помимо того, что потихоньку все еще зарится на Крым, собирается встретиться с украинским президентом. Что на фоне всех военных приготовлений последнего по отношению к нашей стране в нашей ситуации совсем не выглядит дружественным. И тут, конечно, большой простор для конспирологии, но для наших властей, естественно, есть рациональное зерно в том, чтобы дать заработать отечественным гостиницам и перевозчикам, а не турецким. Что с ценами? Сейчас на майских неделя на двоих бюджетный вариант в Анталии с перелетом примерно 80 тысяч рублей. В Крыму практически вдвое дешевле, но, правда, с учетом местной специфики и того, что мест в гостиницах практически не осталось, цена, скорее всего, будет расти. Пока мы все это узнавали, пришло сообщение, что с понедельника часть чартера в Турцию запретят. Возможно, ведут двухнедельный карантин, зато полного запрета на поездки якобы не будет. Ну и новость для упертых туркофилов, которые по опыту прошлого года, возможно, захотят поехать туда через Белоруссию. РЖД как будто специально запускает несколько ласточек из Москвы в Минск. Ну, может быть, правда, для тех, кто хочет отдохнуть на пляжах Минского моря. А куда поедете в отпуск вы? Рысь. Республика.